Всем привет, с вами Дмитрий Луценко, проект Firm Live и как я обещал, я немножечко поюзал Huawei P9 и сейчас будет краткое, так скажем, апдейт видео по поводу, можно сказать, дневного опыта эксплуатации этого девайса значит, после того, как я снял распаковку я, в общем-то, установил на него все необходимые мне приложения и поехал домой вот, на следующий день утром он был где-то наполовину разряжен и для того, чтобы, как бы, потестить автономность я его полностью зарядил и сегодня по приезду в офис это произошло где-то в 12 часов но устройство было порядка 15-17% и того, получается, что от полного заряда батареи при активном использовании потому что вчера я им пользовался действительно активно я ездил в строительный магазин там я постоянно листал заметки по дороге я слушал музыку в магазине я слушал музыку при том по Bluetooth наушникам вот сегодня по дороге сюда всю дорогу писал сценарий по этому смартфону и я не могу сказать, что это не было активное использование плюс постоянная синхронизация социальных сетей почты и всей вот этой вот лабуды вот, и в итоге смартфон реально держит полтора дня от полного заряда батареи я считаю, что это в рамках как бы флагманов этого года очень неплохой результат потому что Galaxy S7 Edge я спокойно разряжал за один день от А до Я то есть этот аппарат держит больше Samsung вот, я не знаю, как там Samsung на Snapdragon, но на Exynos они разряжаются за день реально как нефиг петь вот, что еще могу сказать по поводу этого аппарата я обнаружил очень прикольные фишки оболочки например, на заблокированном экране если листнуть снизу вверх вот, открывается меню в котором есть у нас быстрый запуск, например, того же фонарика калькулятор камера и так далее можно управлять плеером что очень удобно даже несмотря на то, что во время проигрывания музыки виджет плеера как бы висит посреди экрана это классно также мне очень понравилась фишка когда заходишь в SMS-сообщение и выбираешь новое сообщение он, Huawei P9 выдает список последних звонков или последних SMS ну, короче, самые последние, самые востребованные номера людей, с которыми вы общаетесь и предлагают написать SMS-ку им это тоже очень прикольно так как обычно мы пишем SMS, когда не можем говорить и зачастую мы пишем SMS-ы людям с которыми мы часто общаемся и с которыми мы общались недавно вот, и поэтому это очень, очень полезно очень прикольно мне это понравилось в целом аппарат работает очень шустро у меня нету никаких претензий к его производительности в повседневных каких-то сценариях использования все приложения открываются моментально оболочка листается очень шустро ничего не лагает нету вообще никаких претензий нету, есть, не нету, а есть некоторые претензии к эргономике несмотря на то, что девайс не самый крупный 5,2 дюйма дотянуться на ходу к верхней грани очень сложно и приходится отпускать вот этот вот палец который поддерживает телефон снизу и не дает ему упасть на асфальт приходится его отпускать и только тогда есть возможность дотянуться до верхней грани аппарата чтобы дернуть шторку за которой у нас скрываются, как известно, уведомления и ярлыки для быстрого управления смартфоном вот, в принципе, по предварительному, так скажем, опыту эксплуатации наверное, все фотографии вы видели уже в распаковке если не смотрели распаковку и не видели фотографии линк обязательно будет в описании этого видео эргономика аппарата, кстати, очень неплохая он достаточно тонкий, хорошо лежит в руке в принципе, по, так скажем, повседневному, опять-таки, использованию я могу сказать, что в большинстве сценариев пользоваться им удобно ну, за исключением той шторки о которой я только что, в общем-то, все рассказал вот если у вас есть какие-то предложения по поводу того, как мы должны оформлять эту рубрику потому что мы планируем подобные ролики выпускать по всем ключевым гаджетам которые попадают к нам в руки например, недавно был Meizu M3 Note к сожалению, по нему не получилось сейчас есть P9, когда там будут новые Samsung обязательно по ним если у вас есть какие-то предложения дельные по поводу того, что вы носите что рассказывать в видео по предварительному опыту эксплуатации обязательно пишите это в комментариях к этому видео нам будет очень интересно это почитать правда все, на этом, в общем-то, ролик можно краткий заканчивать линки на Huawei P9, как всегда, ждут вас в описании этого видео на YouTube там же есть линк на кэшбэк которым мы сами пользуемся и который позволяет нам и, я уверен, позволит вам экономить на покупках в интернете с вами был Дмитрий Луценко проект Firm Life ставим лайки подписываемся на канал оставляем комментарии обязательно делимся этим видео с друзьями это очень помогает нам в развитии все, спасибо за просмотр пока